И снова небольшое видео о сверчках. Я им только что сделал небольшую чистку контейнера, поэтому сейчас преобладают достаточно свежие опилки. А до этого буквально в горошек было. На одном миллиметре черный, на другом оранжевый. То есть 100 сверчков достаточно быстро разограживают даже вот такой просторный контейнер. Поэтому все-таки необходимо чистить его хотя бы раз в несколько дней, если вы содержите сверчков в большом количестве, но не сильно просторном контейнере. Но основное, что я могу сейчас предложить, это послушать, как они стрекочут. Даже несмотря на то, что обстановка для них немного непривычная, самцы сверчков продолжают стрекотать. Где бы это найти? Внешне практически не видно, как они стрекочут, но зато прекрасно слышно. Делают они вдали это от моих глаз. Вот буквально с той стороны картонки. Смысл стрекотания в том, что, так сказать, над крылья сверчков трутся друг об друга, вызывая определенный звук. При этом сверчки покачиваются, таким образом они привлекают самок. Да, стрекочут только самцы. А самки, как вы можете видеть, они слегка потолще, покрупнее самцов. Более черного, менее выделяющегося цвета. А в противоположном углу у нас маленький контейнер с землей. И можно видеть, как его облепили сверчки. Они это делают специально для того, чтобы определить наиболее лучшее место, чтобы отложить яйца. Поскольку мне нужно кормить лягушат, соответственно, процесс разведения маленькой сверчковой пыли также занимает у меня некоторое время. Поэтому я не скармливаю сверчков сразу. Поют они очень оглушительно. Если положить их на кухню, то даже с закрытой дверью будет слышно, как они стрекочут. Ну а сейчас, пожалуй, просто дам вам послушать это стрекотание. Продолжение следует... 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 Ну а на сегодня, пожалуй, все. Звуков живой природы нам на сегодня хватит. До новых встреч!